Время шло вперёд. Тогда я даже не догадался существования Sony PlayStation. Интернета у меня не было, и стационарного компьютера тоже. Я не мог представить, что 97-й — это последний год, когда я играю в Dendy или Cycle. Всё меняется мгновенно. Время шло вперёд. Лет назад, в 1998 году, у меня появилась третья игровая приставка, которая помогла мне открыть новый игровой мир как минимум на следующие 10 лет. Моё знакомство с игровым миром было ещё задолго до всех событий, о которых пойдёт речь в этом видео. Первые видеоигры я познал в возрасте 4-х лет — на игровой приставке Dendy. Думаю, данный агрегат в приставлении не нуждается. Знакомство со второй приставкой Sega произошло у меня в 97-м. Но спустя год я открыл для себя новый игровой мир — мир Sony PlayStation. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Большая серая коробка с неизвестным мне артефактом С подключением проводов в нужные гнезда я возился недолго Но вот когда настал момент торжественного включения, я немного побаивался это сделать В коробке лежал диск Какой-то фирменный демо-диск И еще один отдельный с игрой Crash Bandicoot Я решил запустить первым демо-диск Впервые я видел фирменную загрузку Sony PlayStation Ощущения были непередаваемые Сами представьте, ведь буквально день до запуска Я еще играл в Streets of Rage на приставке Sega Одного интерфейса мне было достаточно, чтобы понять всю крутость этой приставки На диске было несколько демо-версий еще неизвестных мне тогда игр И пара видеотрейлеров Gran Turismo Первая игра, которая запустила в своей жизни Меню игры для меня выглядело как какой-то квест То, что я увидел дальше, ввело меня в ступор И продолжать изучать новые возможности этой приставки Мне было все страшнее и страшнее Огромный выбор машин Охренительная музыка Фантастическая графика Ощущения были непередаваемые Что самое интересное Я еще не добрался до самого игрового процесса А уже испытывал радость В сто раз превосходящей игрой в Sega и Dendy вместе взятые Так как это была демо-версия игры То было доступно всего несколько машин Так что это все было иллюзией выбора Пришлось взять первую мне доступную машину Выбрать трассу и приступить к самому главному Игровому процессу Сейчас это может показаться забавным И передать свои ощущения я попробую следующим примером Представьте, что вы в данный момент играете в GTA 2 И не знаете существования других частей И вот у вас появился Sony PlayStation 4 И вы первый раз в своей жизни запускаете GTA 5 При этом вы никогда до этого момента не слышали Ни о GTA 5, ни о Sony PlayStation 4 Вот примерно так же я чувствовал себя в тот самый момент Когда запустила эту игру Наиграться в свое удовольствие мне не удалось Так как демо-версия этой игры была ограничена по времени В нижнем левом углу был таймер На все удовольствие они выделили всего лишь 75 секунд После чего игра была закончена И приходилось начинать все сначала Гребаные садисты После завершения гонки Всегда можно было посмотреть повтор с разных ракурсов Выглядело это очень круто На демо-диске было много всего интересного Но в отличии от оригинальных игр Все они были лишь демонстрацией Из видео мне больше всего запомнился трейлер игры Metal Gear Solid В недалеком будущем я стал фанатом всей серии Metal Gear Поиграл я значит в несколько демо-версий Посмотрел парочку непонятных, но классных трейлеров И понял, что я ничего не понял Предстояло еще многое узнать и попробовать Денди и Сегу пришлось отложить в сторону Изучив все прелести демо-диска, я запустил следующую игру Crash Bandicoot 96 года выпуска Можно назвать ее первой полноценной игрой, которую я запустил на Sony Тут все было куда интереснее Практически тот же Super Mario Вот только все куда более красочнее И в 3D К таким переменам я еще долго буду привыкать Каждый уровень в этой игре был уникален И сопровождался своим фирменным музыкальным сопровождением Препятствия, ловушки, разные боссы и секрет Останавливаться играть в это мне не хотелось Первый раз в своей жизни я играл только в одну игру На протяжении длительного времени Иногда в перерывах я все же запускал демо-диск разнообразия ради Но он не шел ни в какое сравнение с Crash Bandicoot По правде говоря, я никогда не проходил игру полностью за один игровой забег У меня еще тогда не было карты памяти Чтобы сохранять свои игровые достижения Поэтому в один прекрасный день я узнал несколько игровых паролей Один из них открывал все игровые уровни Так что играть в эту игру можно было и без карты памяти Как оказалось, необходимость иметь в наличии карту памяти все же была Карта памяти нужна для сохранения игрового процесса в большинстве игр Sony PlayStation Небольшое пластиковое изделие, которое по сравнению с современными microSD Выглядит как динозавр из доисторической эпохи Объем карты памяти Sony PlayStation составляет всего 1 мегабит Которые разделили на 15 блоков для возможности сохранить игру Всего 15 сохранений на одной карте Это очень мало Но все же лучше, чем не иметь возможности сохраняться вообще Выход был простой Мало места, покупая еще одну карту и радуйся жизни Но были еще и многослотовые карты памяти Например, на 120 слотов Но и стоили они тогда недешево Решение было принято Нужно покупать карту памяти Раздобыв карту памяти, можно было переходить на следующий уровень Теперь не было проблемы пытаться пройти любую игру Боясь, что придется проходить ее с самого начала снова и снова Вот теперь-то мы повеселимся Новая игра, новые ощущения Syphon Filter Игра, для которой карта памяти точно была необходима Осилить эту игру на одном дыхании может далеко не каждый Даже опытный знаток серии Syphon Filter Все потому, что местами в этой игре присутствуют элементы стелса Приходится думать и принимать правильные решения Все это требует максимальной концентрации и, конечно же, времени Но даже имея возможность сохраняться Прохождение первой части Syphon Filter Растянулись у меня не на один год Интересные миссии, которые можно было выполнить Используя огромный арсенал оружия Сделали Syphon Filter отличным шутером с элементами стелса Также хочу отметить не менее успешное продолжение серии Syphon Filter На мой взгляд, все части очень похожи Но все же первая часть была моим знакомством со всей серией этой игры Да, в продолжении серии куда больше арсенал оружия, персонажей и возможность играть вдвоем Но первое впечатление, они, как правило, на всю жизнь Время шло вперед Игры тоже не стояли на месте Crash Bandicoot заменил Super Mario Contra так и осталось Contra Но заменой Streets of Rage для меня стал Tekken Не подумайте плохого, что я сравниваю игры абсолютно разных времен и народов Хотя нет, времен и приставок Так, наверное, будет правильнее Так вот, к чему это я? Для каждого человека есть своя игра, которую он будет считать иконой своего времени Восхвалять ее, считать лучшей И что бы ни сказали другие, мнение свое он не изменит Есть ли такая игра в моем списке? Конечно есть и не одна Людей много и мнения разные Некоторые пытаются подстроиться под мнение большинства Не имея своего личного Другие же, во что бы это ни стало, будут считать иначе Независимо от того, что им навязывает окружающее Игровая индустрия делится на несколько поколений И каждый из нас является частью определенной эпохи Нет никакого смысла пытаться кого-то убедить в том, что та или иная игра чем-то лучше или хуже Для каждого из нас есть свой список И менять его не стоит Это бесполезно Игровая индустрия Что касается списков Уверен, если каждому из вас задать вопрос В котором нужно перечислить три самые, по вашему мнению, лучшие игры на Sony То практически каждый второй вспомнит легендарный Tekken 3 Ну а те, кто не вспомнит Люди вообще с нашей планеты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже на демодиске была пробная версия этой игры Во времена компьютерных клубов Tekken в них пользовался огромной популярностью Возможность играть на двоих друг против друга Вызывала у всех огромный интерес и азарт ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остановиться было невозможно Особенно если вас кто-то постоянно обыгрывал Tekken это как вызов Который можно было бросить своему другу Или просто случайному игроку в местном игровом клубе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для меня же Tekken не был чем-то особенным Но безусловно это одна из лучших игр Если играть в неё с кем-то Играть всё время в одну игру рано или поздно надоедает Ну а Tekken был тем промежутком Где можно было разрядить всю обстановку И отдохнуть от всего остального ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наблюдая за окружающими меня людьми И как часто они упоминали Tekken У меня сложилось впечатление Что это одна из самых популярных игр На первом Sony PlayStation В каком-то смысле так оно и было Но лично для меня Это была игра Где я отдыхал от всего остального Как минимум Пару раз в неделю я его точно запускал Чтобы выпустить пар Есть игры, которые вы запускаете крайне редко Но вот Tekken явно был в топе По количеству запусков на Sony PlayStation С этим трудно поспорить Еще одна не менее классная игра Семейства Crash Bandicoot С которой до сих пор у меня ассоциируется Sony PlayStation Если сравнивать легендарную первую часть И Crash Bandicoot Warped Который идет третья по счету С отрывом в два года После появления всей серии на свет То можно заметить Что игра стала куда более аркаднее На определенном этапе игры Появилась возможность начинать с любого уровня По вашему собственному желанию Игровой мир стал куда более красочным и интересным Появилось множество новых персонажей Боссов и средств передвижения Начиная от тигриных забегов вверхом Заканчивая воздушными баталиями На самолетах Второй мировой войны Познакомился я с этой игрой в начале 2000-х Я помнил, какие ощущения испытывал От первой части Crash Bandicoot Так тут было все практически так же Разве что в первой части сюжет казался более линейным Но лично мне эта часть нравилась больше Как это ни странно, но во вторую часть Crash Bandicoot 97-го года выпуска Я не играл вообще У меня просто никогда ее не было Не знаю как у вас, но для меня Вся серия Crash Bandicoot Заканчивается именно на этой части Ну не считая еще гонок Crash Bandicoot 99-го Именно к этой части Я возвращался не один раз И пожалуй вернусь еще Такую игру нужно иметь в коллекции каждому На самом деле говорить о игре Играх можно бесконечно долго Я видел разные игры Но рассказал именно про те первые Игры, с которыми я только начинал изучать вселенную Sony PlayStation Таких игр было немного И практически про все ее же рассказал Практически Список на самом деле еще не закончился Но рассказывать абсолютно про все игры С которыми я был знаком Большого смысла нет Взять же тот Metal Gear Solid Игра, которая стоит на первом месте В списке моих самых любимых игр На Sony PlayStation Но чтобы рассказать именно про нее Нужно делать вообще отдельный фильм Хочу сказать следующее Начиная с 98-го Моего первого знакомства с Sony PlayStation Заканчивая 2008-м Это десятилетний период Моей игровой активности на этой приставке В 2008-м Моей приставки не стало Нет, она не сломалась и была в прекрасном состоянии 2008-й год Число точно не помню Случилось следующее Был вечер Мы уехали в гости Кому именно я тоже не помню Так вот Пока мы находились в другой части города Нас решили немного ограбить Забавно, что воры не унесли действительно ценные вещи Такие как деньги Но зато эти сволочи сперли мою приставку Причем только приставку Они даже провода толком от телек отсоединить не смогли Но, как видимо, они действовали по принципу Быстро зашли и моментально вышли Или же их что-то спугнуло Такая вот необычная история Время спустя Я подумывал купить Sony PlayStation И восстановить потерю Но принял довольно нестандартное решение Субтитры сделал DimaTorzok Я купил PSP 3000 И не потому, что на ней можно было запускать массу интересных игр Нет Я превратил ее в переносной Sony PlayStation Карта памяти была забита разными играми Crash Bandicoot Twisted Metal Tekken Gran Turismo На ней было все А на десерт Я установил эмулятор Nintendo и Sega Самое главное Что ее можно было подключать к телеку И играть в нормальном расширении Интересно Эти подонки Продали мою приставку в ближайшем ломбарде Или сами в нее играют Так или иначе Это были 10 лет 10 лет Которые я запомнил на всю жизнь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 2008 год изменил все История длиною в 10 лет Подошла к концу Но остановить время было невозможно Нельзя было ставить точку в этой истории Так же, как и нельзя было начать все с самого начала Что было, того не вернешь А если вернешь Это будет не то же самое Я мог бы попытаться восстановить То, что они у меня забрали Но это не одно и то же Но это не одно и то же Нужно было принимать решение Решение, которое поможет найти выход из сложившейся ситуации Иногда чем больше думаешь, тем больше запутываешься Потому и не стоит ломать себе голову Это только все портит и усложняет Важные решения принимаются мгновенно А время летит неимоверно быстро Однако и прошлое И будущее Живут настоящим Я бы сказал Вне времени Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожалует... Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но был еще и третий вариант Взять что-то новое и попытаться превратить это в улучшенный первый вариант Как вы уже догадались, я выбрал именно это Примерно полгода спустя, после того случая с кражей моей консоль Sony PlayStation 1 Я начал искать доступные варианты А их, поверьте, было немало Просматривались такие варианты, как купить точно такую же консоль PlayStation 2, PSP Или же ждать, пока подешевеет Sony PlayStation 3 На дворе уже стоял 2010 На протяжении долгих месяцев я собирал информацию о всех возможных и невозможных вариантах Решение о покупке PSP было принято практически спонтанно Я уже просто не мог искать другие варианты И решил пойти на такой риск Еще до покупки PSP я был с ней немного знаком Как-то удалось поиграть в нее, когда мы были в гостях Правда, игр там было немного И модель PSP была какой-то из самых первых Вроде бы PSP 2000 Подробно не помню, какие на ней были игры Наверное, потому что я все время играл только в одну Это был Tekken 5 Как только я в него начал играть То следующие два часа уже не мог остановиться Единственное, что меня остановило Это когда полностью сел аккумулятор в консоли С тех пор я загорелся желанием приобрести точно такую же консоль Правда, это желание у меня быстро пропало Консоль сама по себе стоила недешево Вот я и решил на время забыть о ней Так скажем, до лучших времен И вот, у меня появился идеальный повод купить ее Естественно, новую, коробки и все дела Покупать пользованную консоль у кого-то я категорически не хотел Несмотря на то, что это было раза в три дешевле Мало ли, после ремонта или еще с каким-то браком продадут Нет, лучше не рисковать Намного приятнее купить новую Никем еще не тронутую вещь Открыть коробку А оттуда пахнет свежеиспеченной консолью В итоге я купил PSP 3000 Защитную пленку и чехол Когда я открывал коробку То ощущения были практически один в один Как это было с моим первым знакомством с Sony Playstation Ну, практически такими же Ведь с PSP я уже был немного знаком до момента моей покупки А с Sony Playstation 1 я тогда познакомился впервые Итак, я начал изучать это чудо техники Правда, поиграть в нее я так и не смог Поскольку игр в комплекте к ней не прилагалось За три дня я полностью изучил этот аппарат и все возможные настройки Покупать игры я не собирался Ведь на тот момент я знал, что их можно просто скачать с интернета и играть в свои удовольствия Но для начала новую приставку нужно было прошить Без этого, к сожалению, никак Официальная прошивка Это та прошивка, которая стоит на PSP при покупке с карты памяти На ней можно запускать музыку и фильмы А вот игры только со специальных лицензионных дисков Я начал искать информацию Оказалось, нужно установить так называемую виртуальную прошивку Которая позволит запускать игры с карты памяти Я очень долго пытался понять, как ее сделать самому Один из вариантов был купить какую-то батарейку под названием Пандора И как бы это странно не звучало, прошить с ее помощью В итоге я заказал две китайские батарейки Но на всякий случай, стоили они не очень дорого Пришли они примерно через две недели К тому времени я основательно изучил материал касательно прошивки Честно, это самый идиотский метод И к счастью, я уже не помню подробности И попробую рассказать о нем как можно короче Нужно было разобрать батарею Перепаять контакты Снова ее собрать Запустить приставку При этом установить какое-то программное обеспечение на карту памяти Я потратил кучу времени, пытаясь прошить приставку самостоятельно Но в итоге я угробил две батарейки И мне пришлось их выбросить Я понял, что самостоятельно прошить приставку у меня не получится Пришлось искать специалиста Как оказалось, в рекламе таких людей было навалом Я нашел какого-то парня Договорился с ним о встрече в торговом центре Там была небольшая забегаловка, типа кафе Но там мы и встретились Он пришел со своим оборудованием, ноутбук, батарейки В общем полный комплект Сидели мы там около часа Но даже он не смог прошить ее Сказал, что я как-то сбил оригинальную прошивку И что делать, дальше он не знает как Деньги не взял В тот же день я начал искать другого специалиста Договорился с ним о встрече Но на этот раз встреча была на автостоянке Он приехал на своей машине и пытался прошить ее там Я, разумеется, тоже сел в машину Ну, мало ли еще уедет куда-нибудь с моей приставкой В конечном итоге он прошил ее минут за 10 И в качестве бонуса установил мне несколько игр на карту памяти В качестве демонстрации, что все работает Он мне закачал Tekken 5 и Flatout 2 Все это обошлось мне примерно в 10 евро Я был доволен Субтитры создавал DimaTorzok Выходи играть Я не могу, я играю с орехом Но у меня есть портативный орех Что? Да, это орех, с которым можно играть на улице PSP Это как орех, с которым можно играть на улице Примерно так оно и было Орех, с которым можно играть на улице Собственно, и сейчас есть очень похожая ситуация Людишки используют различные смартфоны, чтобы все время находиться онлайн на той же улице Ну или где там техно-зомби еще обитают Неважно Sony PS1 была моей единственной игровой приставкой За все время моего проживания на планете Земля Я не застал эпоху Sony PS2 и последующих моделей С приобретением PSP У меня появилась отличная возможность Не только возродить мою первую приставку Но и частично познакомиться со вселенной Sony PS2 Собственно, этим я и занялся Ключевой момент в этой истории Это кража моей первой приставки Sony PlayStation Именно в тот день я перестал следить за любыми событиями Которые происходили в мире игровых приставок Sony Я не интересовался, какие игры выходили Да и вообще, как развивалась игровая индустрия в целом Разумеется, за исключением портативных компьютеров Долгое время я находился в изоляции И понимал, что пускаю совершенно другую новую игровую эпоху Благодаря PSP я начал открывать для себя новые горизонты Я узнал о таких играх, как God of War, Twisted Metal Black, Jacket Dexter, Metal Gear 3 и другие Но самым большим шоком для меня стало следующее открытие Я всегда считал, что последняя серия игры Crash Bandicoot Была именно на Sony PlayStation 1 Было большим открытием, когда я узнал, что было выпущено еще как минимум 10 частей этой игры В том числе и на PlayStation 2 Где визуальная игра была практически один в один, как на первом PlayStation И подобное открытие я делал для себя чуть ли не каждый день И действительно, время остановить было невозможно Субтитры сделал DimaTorzok Несмотря на все новые открытия, которые я делал при помощи PSP Все они не могли сравниться с теми ощущениями, которые я получал при первом знакомстве с первым Sony PlayStation PSP играла роль некого заменителя Который должен был заполнить пустой пробел, где обрывалась вся история Новое становится старым Потом промчатся года, и старое сменится новым Так было, и так будет всегда Наверняка у большинства из вас есть или была своя портативная игровая консоль Тот же Tetris Или электроника, где волк ловил падающие со всех сторон яйца Геймбои PSP Портативные игровые консоли больше не пользуются такой большой популярностью, как это было раньше Человечество стало находить альтернативные варианты в различных эмуляторах для телефонов и планшетов Примерно как я когда-то увидел замену моего Sony PlayStation в PSP Так что же это значит? Эпоха портативных консолей подходит к концу Неужели люди нашли достойную замену? Почему обладателей игровых консолей намного меньше, чем обладателей тех же смартфонов На которых теперь можно запустить практически любую игру? Хотя как можно сравнивать такие разные вещи? Телефоны, смартфоны, планшеты Все они многофункциональные, универсальные технические гаджеты Сделаны, чтобы максимально упростить жизнь современному человеку Имеют возможность делать практически все Фото, видео, связь, интернет В том числе и развлекательные функции Но могут ли они заменить профессиональные фотокамеры или домашний кинотеатр? Сомневаюсь Универсальность это хорошо Но отдельно взятая вещь, предназначенная для своей изначальной задумки Справится с поставленной задачей В разы лучше Кучки напиханных функций в маленькую металлическую коробку Я до сих пор не могу смириться с той мыслью Что PSP заменил мне PlayStation Но я также не могу сказать Так ли это на самом деле? Вроде те же самые игры могу запустить Но иногда меня не покидают сомнения Хотя, к черту сомнения Ведь нужно от чего-то отталкиваться Чтобы двигаться дальше Эй! Чем ты занимаешься там? А ты как думаешь, чем? Я слушаю сыр Но есть портативный сыр Я знаю Но это только один сорт Чеддер Нет, шведский, проволон, американский, острый Все, что пожелаешь Заткнись Да, я знаю, что это звучит безумно Но есть сыр, который можно слушать на улице PSP Это как сыр, который можно слушать на улице Я уже не раз говорил, что решил купить PSP для замены Sony PlayStation 1 С этой задачей он справлялся отлично Разумеется, внешне это был далеко не первый Sony Но зато на PSP Я мог воспроизвести абсолютно все игры А при большом желании даже подключить консоль к телевизору Плюсов у этой консоли было более чем достаточно И она полностью оправдала все мои ожидания Другими словами Я ничуть не жалею, что купил ее И поскольку я использовал PSP больше Для запуска игр от Sony PlayStation 1 То вот вам небольшой список моего небольшого топа Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуй, самый большой плюс PSP против PlayStation 1 Это то, что я могу поиграть на нем в любую игру Sony PlayStation 1 Это намного удобнее и дешевле Ведь любую игру теперь можно было скачать в интернете Да, на PS1 при большом желании тоже можно запустить любую игру Только вместо карты памяти придется использовать диск, записанный на него игрой Но все же лучше использовать оригинальные диски Вот только время идет вперед Консоли стареют, а запчасти и уж тем более оригинальные игры Со временем становятся редкостью Забавно, но компания Sony прекратила производство PSP в 2014 году Спустя 10 лет после выхода серии консолей PSP в свет Сомневаюсь, что Sony сумеет повторить свой успех в случае с PlayStation Vita Ведь залог успеха любой игровой платформы в ее играх А именно, в качественных играх Сейчас PS Vita их особенно не хватает, в отличие от PSP, которую так возлюбили пираты Ведь небольшое изменение в прошивке позволяли запускать игры из виртуальных образов без самих дисков В итоге я стал обладателем последней выпущенной модификации PSP Я до сих пор считаю, что PSP 3000 одна из самых лучших портативных игровых консолей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не задаюсь вопросом, чем одна консоль лучше другой Для меня они обе по-своему хороши И каждая из них играла свою особую роль в моей жизни Да и глупо было бы сравнивать абсолютно разные, но в то же время похожие игровые системы Технологии развиваются, но нет смысла гнаться за ними Я понятия не имею, что нас ждет в будущем Но я не хочу забывать свое прошлое Однако, если постоянно возвращаться к нему, то будет трудно наслаждаться настоящим Одно я знаю наверняка Не было бы никакого PSP без PlayStation 1 Так что прошлое и будущее всегда было тесно связаны друг с другом И не важно, что их разделяет довольно большой промежуток времени Все равно в итоге на свет появились две легенды И каждая из них легенда своего времени Так или иначе, время идет вперед Жизнь продолжается, а впереди нас ждут новые открытия Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok